Братья и сестры, я уже вчера участвовал, может быть, и не совсем удобно, когда вторично на одном общении, но когда братья предлагают, трудно отказаться, хочется что-то передать, о чем-то говорить, но в то же время и чувствуешь ответственность. Раз другие уступают тебе, то, значит, ты должен сказать самое существенное, то, что действительно имеет значение. Я, кто был на Курском общении молодежи, я читал это место там, я здесь хочу его прочитать. Это из книги Судьи, 17 главы, 6 стиха. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейства, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи, и сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха, «Останься у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, потребно деяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился Левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и этот юноша был у него священником, и жил в доме у Михи. И сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Мне кажется, вот в этом рассказе противоположное, чем то, что предлагается на этом общении, «чтобы они стремились к лучшему, к небесному». А здесь вообще нет особого стремления, нет цели. Очень отрицательное то, что у этого юноши не было определенной цели. Если стремиться к лучшему, к небесному, то, как уже и братья отмечали, это прежде всего значит иметь ясную цель. Без ясной цели стремлений не будет. Но здесь, конечно, говорится о том, чтобы стремиться к небесному Отечеству. А вот в этом прочитанном тексте он идет пожить, где случится, никакой определенной цели. Как устроится жизнь? И по-человечески жизнь у него устроилась. Пришел в дом Михи, нашлась ему работа или занятие. Ну, что ж, неплохо, и обеспеченность, и одежда, и питание, да потом еще и деньги какие-то в течение года, и прием в этом доме. Он один, как и с сыновей, значит, и хорошее отношение. В целом-то хорошо устроился. Повезло ему. Ну, так, а цели не было никакой определенной. Правда, здесь нарушение другой стороны, которым он пренебрегает. Интересно, он левит. Ну, левиты – это колено Израилева, вот эти левиты, они взяты Богом в удел, что быть служителями в храме Божьем. Быть певцами, помогать священникам в жертвоприношении, служить в храме – это призвание левитов. А это левит. Кажется, ему и определять-то особенно нет необходимости, какая цель. Ясная цель. Самим Богом определенная ему цель. Я так иногда думаю, вот особенно дети верующих родителей. Какая цель? Конечно, само напрашивается цель стремления в собрание, в служение Богу, участие. Какое же даровал Бог дарование, там или в музыке, или в физическом труде поучаствовать, или там в благовестии, в проповеди. Но в служении много, занятий есть. И так как это с детства как бы знакомая среда, вот только здесь себя и иметь цель здесь в этой жизни, к этому и стремиться. Но вот у этого левита получилось по-другому. Пошел пожить, где случится, без определенной цели. Я думаю, что в Слове Божьем нет ничего лишнего. Упоминается, откуда он шел – с Вифлеема. Может быть, таких левитов, молодых людей было и немало, кроме этого юноши, которые тоже шли по обетованной земле, искали, где пожить, где случиться. Но здесь именно этот юноша отмечается. Он вышел из Вифлеема. Вифлеем – интересный город. Из Вифлеема вышел муж по сердцу Божьему. Давид там родился. Из Вифлеема пришел наш Господь Иисус. Он там родился. Кажется, вот в этом месте, там сосредоточено такое благословение Господне. Дом хлеба – это переводится Вифлеем – дом хлеба. Там действительно духовное питание, хлеб духовный, и оттуда должно исходить хорошее, оттуда целенаправленное, устремленное к Богу, к небесному. А здесь он, видно, там родился, в Вифлееме. А когда пришел возраст, еще не устроенный в жизни, видно, неженатый он был, юноша еще. Ну, пошел из Вифлеема пожить, где случится. Я вот говорю по-человечески, вроде бы у него и успех. Дальше еще больший успех. Вот когда Колено Данова ищет себе удела, пришли к дому Михи, ну и узнали там этот истукан, поклонение идолу. Вот этот идол им понравился, Ефот там. Ну и предлагает этому левиту, молодому, что тебе лучше, быть священником в доме одном или быть священником в племени Израилевом или в Колене Дановом. И вот тут так написано, это уже в следующей главе. Священник обрадовался и взял Ефот, Терафим и истукан и пошел с народом. Обрадовался. Еще лучше устраивается в жизнь его, он поднимается, он теперь уже не в одном доме только, а в целом Колене будет священником. Ну а то, что это связано с творовством или ограблением, можно так сказать, дома Михи, тот, который ему платил, который устроил его, который имел, это не беспокоит? Видно, это не беспокоит его нисколько. Если он обрадовался, вот у него устраивается жизнь еще лучше. Но по-божьему к чему оно привело? Об этом конец следующей главы и вообще конец этой истории. Здесь так говорится. Иоаннафан, сын Гирсона, сына Монасии, сын и сыновья его были, сам и сыновья его были священниками в Колене Дановом. До дня переселения жителей той земли. Куда переселение? В Вавилонский плен, когда они переселились. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Дом Божий, истинный дом Божий, истинного Бога, всемогущего находился совсем в другом месте. А это противоположное, в Колене Данова, там истукан, там люди поклоняются кому? Истинному Богу? Это было запрещено законом Божиим, в другом месте что-то организовывать. Да и у них истукан, запрещенный Богом. Они поклоняются другому Богу. Да, устроилась по-человечески, вроде бы, устроилась жизнь этого молодого человека. Он вошел, даже Слово Божие говорит им о нем, но положительное ли? Конечно, отрицательное. Дом Божий в одном месте, служение Богу истинному в одном месте, а Мих, этот юноша, этот левит, призванный служить истинному Богу, и место, которому было бы там, в Силоме, где дом истинного Бога. А он находится в Колене Дановом, далеке от этого Дома Божьего, и совершает там поклонение идолу. И вот здесь еще и сам плохо. Ну, мы не определяем спасение людей, кто будет спасен, кто нет, но я вот больше склонен так понимать, что не будет он на небе. Он не стремился к этому. Он не стремился к истинному Богу. Он не стремился к истинному Дому Божьему, там, где совершалось служение Богу. А он так устраивался здесь, на этой земле. Все, что в Слове Божьем написано, братья и сестры, это примеры для нас. Или пример, чтобы не подражать этому, чтобы это предупреждение, воспользоваться этим предупреждением, и избегать подобное. Что самое главное вот здесь? Это чтобы мы не были бесцельны и не думали пожить, где придется, пожить, как придется, как-нибудь устроиться, а чтобы у нас была ясная, определенная цель в нашей жизни. Это очень важно именно с этого начинать. Конечно, здесь, в том Слове, которое мы имеем на этом общении, стремились к лучшему, к небесному. Можно было бы так сказать, они стремились на небо. Оно верно, потому что стремились к чему небесному? К Отечеству небесному. Но это небо. Но все-таки здесь сказано к небесному. Почему хочется это подчеркнуть, небесное? Если стремиться на небо, ну, когда еще? Мне еще много лет, но я о себе уже не говорю, уже мне приближаюсь, так или иначе, к переходу ближе, чем многие здесь находящиеся. Хотя никто не знает, когда он перейдет. Ну, у молодых людей такое может быть представление. Небо, о, это еще далеко. Но небесное, оно должно нам быть близко. И оно действительно близко. Я имею в виду то, что небесное в духовном смысле действительно то, что сошло к нам с неба, которое имеет вот это определение небесное. Вот у нас, вот там, в Средней Азии, когда мы жили, там вот это после перестройки, там везде, во всех городах крупноогромные базары, как там говорят, или рынки. И там товары приводят из разных стран. Всякого, что только хочешь и не хочешь, найдешь там. Но там есть китайская, есть турецкая, есть российская, есть местная. И вот у каждого есть свое, ну, как бы, качество. Люди знают об этом. А, это китайская, не пойдет. Ну, именно вот в этом смысле хочется сказать, чтобы мы интересовались, и цель у нас была наполняться небесным. То, что с неба нисходит. Вот это важно. И эта цель, это недалекая цель, когда-то вот на небо придем. Вот как Ассав говорит в 72-м псалме, он говорит, «Кто у меня на небе? С тобой ничего не хочу на земле». То есть, он видит цель свою не вместе, на каком месте пребывать, а с кем пребывать? Со Христом. В нем все сосредоточено, у него все сосредоточено во Христе. И вот апостола Павла, мы в эти дни тоже слышим его стремление, «стремлюсь». Вот в коротком отрывке Священного Писания он повторяет это слово, «стремлюсь». «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести Высшего Звания Божия во Христе Иисусе. То есть, это высшее звание, это не звание, как мы воинские звания знаем, там, капитан там, или майор, или еще какое-то звание, а высшее призвание, оно во Христе Иисусе. То есть, пребывать во Христе, отражать Его характер. Как написано, если они стремились к Отечеству Небесному, то это небо становится Отечеством тогда, когда Бог, пребывающий на небе, когда Он становится Отцом. Иначе это не Отечество наше. Оно становится нашим Отечеством благодаря тому, что Бог – Отец наш. И Слово Божие призывает нас, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Если Он – Отец наш, мы должны подражать Ему, у нас должно проявляться небесное, лучшее, это лучшего качества, производство неземное здесь, не то, что земное, даже самое лучшее, ну, из земного я имею в виду, там, из философии, или из других каких-то наук, или, там, скажем, гуманизм, там, или другое, тоже как бы воспитывает высокие какие-то морали, или так далее, и другие учителя. Все это по сравнению с небесным, с тем, что принес Господь наш Иисус Христос, это все апостол Павел почитал за ссор. А к небесному, к Божьему, вот он стремился, он говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос? И при тем он говорит, я еще не достиг. Тут у нас могут, знаете, мысли, смотря как. Когда у нас положительное влияние, то мы можем такую мысль выводить. Даже Павел еще не достиг, то тем более я не достиг. А можно, если у нас плоское мышление, мы даже Слово Божие тоже приспосабливаем к своему настроению. И мы тогда говорим, что ничего страшного, что я не достиг. Да, я еще очень там только-только, но и Павел тоже не достиг. Так что это вполне приемлемо, особенно стремиться-то не надо. Я уже похож на апостола Павла. Он не достиг. И я не достиг. Или подражать апостолу Павлу и понимать, если даже такой высокий, духовно высокий, друженик Божий, он почитал себя недостигшим, какая это глубина, какая это даль, какая это высота, стремиться к этому действительно надо усердно, потому что не достигну, не достигну многого, чего можно достигнуть. еще я хотел прочитать из первого послания Тимофею, из шестой главы. Там он перечисляет о людях, которые стремятся к земному. «А желающий обогащаться уклонились от веры, которые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям». Это путь этого юноши, который сначала у Миха, потом у Дана там служил. А потом апостол Павел обращает внимание, чем же должен заниматься человек Божий. Он говорит, «Ты же не так, как эти люди». Вот, братья и сестры, это относится к нам. Или этот Тимофею, конечно, Тимофей – это последователь апостола Павла, или как бы преемник его. Он, конечно, должен особенно высоко стремиться к этому. Или все положительное в Слове Божьем имеет прямое отношение к нам и влечет нас к себе. Заинтересованы мы в том. Или лишь бы получить вот такое, занять место, чтобы уже быть уверенным, что в ад не попаду, и это достаточно. Или устремиться ко всему возможному, положительному. «Ты же, человек Божий, убегай сего». То, что выше, земное. «Убегай». Знаете, когда человек стремительно двигается, то он от чего-то удаляется, а к чему-то приближается. И вот хорошо, когда он убегает от земного, то есть земное отталкивает его, он стремится как можно дальше от этого, а небесный его привлекает, он стремится вперед. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде». Вот это товар с неба. Это Господь принес, это пророки его, это Бог через Моисея, все это небесное оттуда идет. «Преуспевай» не просто, ну, как-то держись так, чтобы хоть от правды не отступать слишком, а преуспевай, имей успех и имей превосходный успех в этом. «Преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Братья и сестры, молодые особенно, хотелось мне обратить внимание, чтобы у нас не сосредоточивалось все только в покаянии. Без покаяния начала доброго нету. Начало всего доброго – это покаяние. И хорошо, когда мы стремимся к этому, когда мы еще не покаялись, стремиться к этому. Но у нас не должно быть такое понимание, у нас христиан, что покаяться, и тогда все. Ты уже покаялся? Да. Ну, слава Богу, ты спасен. И можно теперь успокоиться. Ну, а теперь только главное – держаться так, чтобы, ну, не потерять вот это. Все-таки быть похожими на христиан, и все. Покаяние – это доброе начало, которое должно иметь еще более доброе продолжение. То есть, вот это преуспевать в небесном, достигать небесного, достигать характера Христа, достигать пребывания во Христе – вот это стремление у нас не должно закончиться. У Павла, как я уже говорил, оно продолжалось даже в то время, когда он уже такой высоты достиг. И все равно он продолжал стремиться. Тем более у нас жизнь христиан, она тем и интересна, она тем и радость дает, когда мы не останавливаемся, а когда мы все более и более стремимся, чтобы достигнуть вот этих добрых, достигнуть любви, жить по любви. Или вот достигать мира, мира сердечного – это состояние умиротворенности духовное, но и мира с окружающими, чтобы мы могли мирно жить с нашими братьями, с сестрами. Вот Господь говорит ученикам своим на прощание, «Мир мой даю вам, или мир мой оставляю вас». Не так, как мир дает, я даю. Есть мир земной, когда люди как-то примиряются, как-то держатся в мире, стремятся к этому, где удается, где не удается. Нам Христос оставил небесный мир. И вот наполняться вот этим небесным миром, обогащаться этим миром, утверждаться в этом мире, как написано, что мир Божий, да владычествует в сердцах ваших, мир Божий. Вот это духовный, внутренний, умиротворенность, вот этот покой духовный в сердце нашем, вот к этому стремиться, и чтобы все у вас добудет с любовью. Небо – это богатое. Мне очень нравятся слова, которые говорит апостол Павел Римлянам. Он пишет, что один Господь для всех, богатый, для всех призывающих Его, богатый для. Христос богат, небо богато, как и псалмопевец говорит, как много благ у Тебя, которые Ты хранишь для боящихся Тебя. Небо богато, и перед этим богатством говорится для. Это богатство хранится, это богатство отпускается, это богатство течет в этот мир для нас с вами. Мы можем черпать, мы можем наполняться этим богатством, только бы у нас действительно было такое стремление к этому, желание этим обогащаться, чтобы жить, вот жить любовью. Не человеческой такой любовью, человек, а любовью Божией, любовью небесною, как это прекрасно, как это хорошо устраивается, какой это дает радость. Радость и любовь, они всегда вместе. Мы радуемся, когда любим Господа, мы наполняемся радостью, небесной радостью. Поэтому вот это и хотелось, чтобы мы понимали, что покаяние – это начало богатого пути, пути на поприще, вот это наполнение небесным, обогащением этим, чтобы строить жизнь свою, взаимоотношения с окружающими, чтобы здесь все было небесное. Все было от Господа, и тогда оно будет прекрасно, и мы будем радоваться этому. Пусть Господь поможет нам в этом. Но я думаю, здесь главное, чтобы мы горели этим желанием, чтобы мы исполнились желанием устремиться и получать это, наполняться, чтобы оно, мы поняли вкус его, что это действительно прекрасное, стоящее, и стоит жизнь свою посвятить. Жить не как придется, а жить целеустремленно, чтобы иметь и для себя вот эту радость, и иметь доброе, духовное влияние на окружающих. Я иногда уже думаю, может быть, уже братьям, сёстрам, ну, надоел я одной мыслью. Какой мыслью? Меня очень тревожит, когда среди христиан, среди молодёжи, подростков, когда начинает преобладать отрицательное влияние. Влияет друг на друга? Обязательно влияет. Или моё влияние к тому, что больше побуждает участвовать в разборе слова, в служении, в посвящении себе делу Божьему, или моё влияние обратное, как бы отрицательное на тех, которые немножко, как бы, продвигаются вперёд, и тогда, как бы, такое упрёк. Ты куда лезешь? Зачем тебе это надо? Что святоший стал? Это среди верующих, среди верующих подростков и молодёжи. Это очень беспокоит, это очень отрицательно, и как плохо, кто, ну, увлечён вот этим. Но можно же противопоставить этому, почему я не могу быть в обратном направлении ещё более влиятельным? Более влиятельным тому, чтобы увлекать других, наоборот, к святому участию, к святому служению Богу, чтобы действительно участвовать в разборе слова, разучивать стихи из Священного Писания, участвовать в рассказывании стихов или участии где-то на молодёжи, в собрании, в проповеди, молодые братья. Я же могу, наоборот, быть добрым примером, увлекать других к Небесному, уже утверждаться здесь в Небесном. Как написано? Прежде всего, ищите Царство Божие и правду Его. Но Царство Божие, я здесь тоже понимаю, не в том дело, чтобы искать, ну, попасть на небо. Да, это иначе как же? Нам, конечно, хочется жить на небо, и это цель наша. Но искать Царство, это слово можно заменить другим переводом Царствование Христа. То есть, прежде всего, ищите того, чтобы Христос царствовал в нашей жизни, чтобы Он был нашим Царём. Вот мы читали в этом тексте вначале, что в то время не было Царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым. Как печально и как опасно положение наше, когда мы делаем то, что нам кажется справедливым, кажется добрым, кажется мудрым, кажется интересным, а нет у нас Царя, Господа над нашим. Мы не ищем Его Царствование над нами, а именно к этому призывает нас Господь, чтобы Господь был нашим Царём, чтобы Он царствовал в нашей жизни. И это уже здесь, в этой жизни. Как о Боге говорится, что избавившего нас от власти тьмы, то есть от власти, от царствования дьявола над нами, царствования греха над нами, мы избавлены, Богом избавлены. И для чего? И остались мы теперь на распутье? Нет. Он перевёл нас в Царство возлюбленного Сына Своего. Уже сейчас перевёл. И опять-таки это слово в Царство возлюбленного Сына, это как там властвовал тьма, теперь в Царствование возлюбленного Сына Своего. То есть под Его Царствование, Он теперь царствует над нами. Так должно быть. Мы можем, это наше право, это мы имеем свободный вход в это положение, чтобы Христос царствовал в нашей жизни. К этому и будем стремиться. Это положение небесное. И вот к этому мы и будем стремиться. Аминь. КОНЕЦ.